МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале нефтехим программа события в студии Айрат Салимов. Здравствуйте! В ближайшие полчаса мы расскажем вам о том, что значимого произошло в Нижнекамске на территории промышленного сектора. Сегодня в программе. Внимание, дети! Я захожу на территорию этого знака, то есть позади меня знак остался, значит, эта территория называется пешеходная зона. Какие мероприятия проводятся в городе для профилактики ДТП с участием детей? Выходи, не пропусти! Расскажем, что и где планируется на День города. Без памяти нет будущего. В любой работе есть свои сложности, но главное быть к этому готовым. Расскажем, как пожарные чтят память о своих боевых товарищах. Через два дня начнется новый учебный год. Многим школьникам по дороге в школу приходится переходить проезжую часть. В Нижнекамске с особым вниманием относятся к профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Так, в связи с открытием 36-й школы к 1 сентября обустроят пешеходные переходы на дороги между 47-ми и 49-ми микрорайонами. Еще одна пешеходная дорожка будет пролегать от территории школы к детскому саду. Какие еще меры принимаются в город для того, чтобы наши дети безопасно переходили дорогу, расскажем прямо сейчас. Только за 7 месяцев текущего года в Нижнекамском муниципальном районе произошло 33 дорожно-транспортных происшествия с участием детей. 36 пострадало, 1 погиб. Статистика ГИБДД говорит о том, что количество аварий с участием несовершеннолетних увеличивается в период с августа по сентябрь. Для того, чтобы это предотвратить, сотрудники правоохранительных органов ежегодно проводят соответствующие мероприятия. Так, с 20 августа в республике стартовало широкомасштабное мероприятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Внимание, дети!». Профилактические беседы проводились в детских садах. Я захожу на территорию этого знака, то есть все позади меня знак остался, значит эта территория называется пешеходная зона. Беседы проводятся в старших и подготовительных группах. Инспекторы рассказывают о специальных знаках и правилах дорожного движения, соблюдая которые дети смогут безопасно переходить дорогу, а также о том, как быть заметен на дорогах благодаря светоотражающим наклейкам. Когда к нам в темноте приближается автомашина, свет фар попадает на эти полоски, вот на рукавах наших, на руках и на спине, вот эти полоски, вот эти надписи сзади, они защищают нашу жизнь. В рамках мероприятия полицейские проводят рейды по предупреждению нарушений ПДД, которые бывают из-за несоблюдения правил юными участниками дорожного движения. Будет именно в эти дни проводиться работа по выявлению и нарушению правил дорожного движения детьми, а также профилактические мероприятия для водителей, чтобы они знали и запомнили, что на пешеходных переходах обязательно нужно, приближаясь к пешеходным переходу, снизить скорость, убедиться в отсутствии пешеходных проезжей части. Как показывает практика, проведение подобных лекций дают хорошие результаты. Ребятишки усваивают самые главные правила пешехода и элементарные нормы поведения на улице. Я узнала о знаке пешеходного перехода. Нам рассказали про дорожные знаки, и мы посмотрели интересный фильм. Я узнала, как надо переходить дорогу от дорожных знаков. Надо посмотреть на светофор и переходить дорогу, смотреть влево и вправо. После занятия я знаю дорожное движение. Также для обеспечения безопасного дорожного движения в городе ведутся строительные работы. В рамках муниципального проекта «Безопасная дорога в школу» в Нижнекамске сейчас обустраивают шесть пешеходных переходов и прилегающие к ним тротуары. Все работы обещают завершить к началу учебного года. Новые объекты появятся на юности 36 и 37. Тукая-1, Мира-95, Баки-Урманча-14, Сюмбике-77. В настоящее время идет обустройство пешеходного перехода к новым образовательным учреждениям в школе «Норма-36» и Центру развития ребенка «Мы». Регина Нурмухаметова, Кира Николаева, Марина Чернышкова, Телеканал «Нефтихим». Завтра Нижнекамск отмечает свой день рождения. Ему исполняется 52 года. Ежегодно для горожан и гостей города проводится праздничная программа. Что ждет нас в этом году, расскажет Айселу Хафизова. Старт праздника будет здесь, около торгового центра «Планета». Отсюда по дороге будет шествие колонн. В торжественном параде примут участие предприятия и организации города. В колонне «Нижнекамск-Нефтихима» пройдут представители всех трудовых коллективов предприятия. Работники семи заводов, центров и управлений. Во главе с генеральным директором «Нижнекамск-Нефтихима» Азатом Бекмурзиным. В 12 часов дня здесь, в парке, пройдут спортивные состязания, организованные клубом «Нефтихимик». Жители и гости города смогут принять участие в семейных играх, веселые старты, увлекательных эстафетах и перетягивании каната. Также состоится презентация спортивной секции спортивного клуба «Нефтихимик». Можно будет прямо в парке записать своего ребенка на занятия по таким видам спорта, как художественная гимнастика, легкая атлетика, лыжные гонки. Для любителей шашек и шахмат пройдет Блиц-турнир. И еще много сюрпризов. В то же время параллельно на территории парка пройдет гастрономический фестиваль. Настоящее гастрономическое шоу обещают показать сотрудники Управления общественного питания «Нефтихим». Они примут участие в фестивале уличной еды «Стритфуд» с проведением мастер-классов и показом кулинарных навыков. Гуру кулинарии научат всех желающих готовить вареники, пельмени, лепешки с сыром, кисадили с курином филе, а также разнообразные сэндвичи и ароматный шашлычок. Уже в часть дня здесь стартует концертная программа творческих коллективов Нижнекамск-Нефтихима. Завершится праздник вечерним выступлением группы «Романтики» и репертуаром артистов городских творческих коллективов. Праздничные мероприятия пройдут по всему городу. В парке чтения и отдыха имени Габдулы Тукая, площади имени Лимаева, центральный городской парк «Семья». В каждом уголке Нижнекамска будут организованы мероприятия и конкурсы. 9 часов вечера парк «Нефтихимиков» вновь станет центральной точкой праздника. Здесь на большую сцену выйдет популярная российская группа «Пицца». Завершится праздничный вечер в 22 часа ярким салютом. А слуха Физова Роман Мальцев, телеканал «Нефтихим». И еще, если вы увидели что-то интересное, стали свидетелями какой-либо ситуации, присылайте нам видео с комментариями или кратким описанием на номер 8-987-410-37-37 и получайте на счет вашего мобильного телефона определенную сумму. Другими словами, вы нам новость, мы вам деньги. Подробности на нашем сайте www.medianknh.ru, а у нас впереди новости промышленного сектора. Компания «Нежникам Септихим» постоянно модернизирует производственные процессы. Благодаря новаторским решениям предприятию удается, на первый взгляд, невозможное наращивать объемы упускаемой продукции, сокращая при этом количество потребляемых ресурсов и уменьшая воздействие на окружающую среду. Так, на ЦГФУ-2 завода ДБУВС подходит к завершению пусконаладочной работы новой автоматизированной системы управления. Подробнее расскажем и покажем в следующем сюжете. Автоматизированная система управления технологическим процессом установки ЦГФУ-2 пришла на смену пневматической, установленной еще в 70-е годы. Для того времени это было прогрессивное и успешное решение. Однако современным реалиям оно уже не соответствует. Сейчас большой и тяжеловесный щит управления практически выведен из работы и скорее напоминает музейный экспонат. Тут же рядом компактно разместились несколько компьютеров, с помощью которых машинисты и аппаратчики следят за процессами, протекающими на внешней установке. Данный процесс на завершающей стадии, и переключения произошли на 90%. Новая система управления помогает нам управлять процессом в высокой точности. Качество сырья также у нас на высоком уровне. Автоматизированная система управления на основе микропроцессорной техники представляет собой целый комплекс, позволяющий точно, безопасно и оперативно решать вопросы по контролю над производственным процессом. С сердцем ЦГФУ-2 является установка, в которой получают сырье для заводов Нижнекамск-Нефтехима – углеводородные фракции. Все параметры процесса – температуру, давление, расход сырья – необходимо поддерживать на заданном уровне. Поэтому здесь первым делом заменили полевые контрольно-измерительные приборы на более совершенные и современные. Раньше установлены были пневматические датчики, которые использовали воздух-кип для передачи сигнала. Но сейчас уже их заменили более модернизированными датчиками, такие как датчики давления, избыточного давления, датчики разности давления, которые измеряют расход. Также коррелевые массовые расходомеры были установлены. Датчики микроволновые, датчики уровня. Для защиты от воздействия метеоусловий и влияния низких температур некоторые приборы смонтированы в специальных утепленных шкафах, в которых предусмотрен внутренний обогрев и обогрев импульсных линий. Все сигналы с приборов и датчиков передаются в мозговой центр, в систему управления технологическим процессом посредством передачи последовательной полевой шины «Профибаз». В небольшом помещении смонтированы контроллеры РСУ и ПАС, к которым подведено огромное множество кабелей. Именно здесь и аккумулируется вся информация о том, что происходит на наружной установке. Контроллеры способны одновременно обрабатывать 1430 сигналов. Такова его информационная мощность. Все потоки информации автономны. Чтобы оборудование не перегревалось и работало без сбоев, в помещении СУТП установили мощные современные кондиционеры для поддержания заданной температуры. Внедрение системы управления позволило исключить использование вторичных приборов, установленных на традиционных щитах КИП и А. А применение последовательной полевой шины «Профибаз» – сократить количество кабелей при монтаже. При этом сохранилось количество измеряемых и управляемых параметров. Все приборы и датчики установки объединены в одну сеть, и по одному кабелю может передаваться большое количество сигналов. Внедрение СУТП вывело управление процессом на новый уровень. Технологические параметры поддерживаются с большей точностью. Оператору доступны все данные процесса на одном рабочем месте, в результате чего он лучше чувствует технологию и может концентрироваться не просто на удержании процессов заданных границах, а на его оптимизации. Повышает уровень регулирования технологическим процессом, что положительно влияет на экологические показатели введения технологического процесса. Повысилась и безопасность эксплуатации технологического и насосного оборудования, что облегчило труд киповцев, аппаратчиков и машинистов. Поэтапный перевод на новую автоматизированную систему управления проходит на многих производствах Нижнекамск-Нефтехима. Процесс очень кропотливый, финансово затратный, но тем не менее весьма необходимый для того, чтобы предприятие и дальше удерживало свои лидирующие позиции на мировом рынке и выпускало качественную продукцию на современном оборудовании. Альмира Патрикеева, Властимагин, телеканал «Нефтехим». В Казани прошел форум студентов, обучающихся за пределами Татарстана. На него пригласили тех, кто окончил школу в республике, но учится в других регионах или странах. В форуме приняли участие ведущие предприятия республики, среди которых и Нижнекамск-Нефтехим. На мероприятие приехали больше ста талантливых студентов из ведущих вузов мира. Все они родом из Татарстана, но сейчас учатся в Москве, университетах Германии, Великобритании, Канады, Китая, Турции. Цель форума – заинтересовать талантливую молодежь, вернуться работать на родину. Поэтому предприятия республики презентовали программы по работе с выпускниками. С такой презентацией перед потенциальными сотрудниками выступил исполняющий обязанности заместителя генерального директора по персоналу и социальным вопросам Нижнекамск-Нефтехима Родион Булашов. Он рассказал о компании, о перспективах ее развития и об условиях, которые здесь созданы для молодых специалистов. Молодежь – приоритетное направление для Нижнекамск-Нефтехима. Из года в год коллектив предприятия обновляется, и сейчас 43% работников – это сотрудники до 35 лет. При этом за 5 лет на работу приняли 2048 выпускников профильных учебных заведений, в том числе 285 выпускников вузов. Акционерное общество заинтересовано в специалистах, которые получили образование за рубежом. Для этого Нижнекамск-Нефтехим стал соучредителем глобального образования, государственной программы по финансированию обучения россиян, поступивших в магистратуру за границей. На сегодня это все о событиях производственного сектора. Свежая информация уже в пятницу на нашем телеканале. А мы продолжаем прямо сейчас краткий обзор новостей из жизни города. Экологический квест. 50 человек приняли участие в экологической акции «Чистые игры». Среди них были школьники, студенты, дачники и представители организаций. Своеобразный квест проходил не только на берегу Пионерского озера, но и под водой. Для этого в Нижнекамск приехали аквалангисты из Казани. За несколько часов был очищен практически весь берег озера и часть дна. Организаторы и участники надеются, что жители Нижнекамска и в дальнейшем будут поддерживать такую чистоту. Бесплатное медобследование. С 28 августа горожане в возрасте от 6 до 17 лет смогут бесплатно обследоваться в Центре здоровья для детей. Родителям необходимо иметь при себе полис ребенка, свидетельство о рождении, либо паспорт, в случае, если ребенку уже исполнилось 14 лет. Прием будет проходить по адресу улицы Менделеева, 45, в здании молочной кухни. Образцовая семья. Торжественный прием в честь лучших семей республики является доброй традицией Казанского Кремля. В этом году было приглашено 50 семей. Среди них и многодетная семья из Нижнекамска. Реваль и Ландыш Галимовы воспитывают пятерых детей. Новые герои семейного альбома Татарстана не собираются останавливаться на достигнутом и планируют завести шестого малыша. Еще одна важная информация. 4 сентября с 13.30 в актовом зале МФЦ будет проводиться прием граждан по вопросам неуплаты алиментов. На вопросы жителей ответят представители службы судебных приставов, прокуратуры, УВД, управления образования, отделы опеки, органов соцзащиты. Предварительно необходимо записаться по телефону 4191-40. Подробности смотрите на нашем сайте www.mediank.ru, а также в группе ВКонтакте и в Инстаграм. Вся адреса вы видите на своих экранах. Отвага и честь таким принципом работают пожарно-охранное общество. Промышленную зону Нижнекамск-Нефтехима на сегодняшний день обслуживает 14 пожарных частей. Это около 800 огнеборцев, более 100 единиц техники. Накануне на территории одной из пожарных частей открыли памятный мемориал. Подробности в сюжете Айслу Хафизовой. Это 33-я пожарно-спасательная часть первого отряда. За порядком здесь следит Максим Тимофеевич. Под его руководством находится 53 человека. Он отвечает за личный состав и за их готовность к тушению пожара. Также проверяет состояние техники, которая принимает участие в спасательных операциях. Наша часть охраняет самый большой завод в городе – химию. Мы ежедневно с каждым караулом, с каждым личным составом проводим нормативы. Тренируемся, готовимся. Также проводим разбор пожаров, которые произошли на других. Изучаем их ошибки, что они не так сделали. И уже в своей главе прокручиваем то, что мы будем делать на пожарах. То есть личный состав навсегда готов к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. Быть пожарным – это огромный труд и ответственность. Во все времена представители этой профессии всегда отличала преданность своему делу, беззаветное мужество, готовность к самопожертвованию. Чтить память боевых товарищей – это, наверное, единственное, что сейчас можно сделать для тех, кого уже нет рядом. Ежегодные огнеборцы вспоминают своих коллег. 28 августа на учебно-тренировочном полигоне первого отряда открыли мемориал героям-огнеборцам. У нас сегодня открытие очередного четвертого памятника, который мы фактически провели в течение одного года. Каждый памятник определяет свою судьбу, определяет тех людей, которые должны мы никогда не забывать, и ту эпоху, в которой мы живем и работаем. Первый памятник, посвященный 50-летию Нижнекамск-Нефтехима, красуется на базе 35-й пожарной части. Возле управления отряда есть целый комплекс к столетию пожарной охраны. На базе 47-й части целый ряд сооружений ко дню пожарной охраны. Четвертый мемориал посвящен всем. Сейчас мы определяем память и хотим еще раз сказать, что День города, День республики – тоже непростые праздники, поэтому посвятили еще одно сооружение, которое перед вами. Это всем героям, пожарным, огнеборцам страны. Это не определяет только работу наших конкретных ребят, это определяет работу всего коллектива, который именно защищает все богатство, и самое главное богатство – это людей нашей России. Мемориал сооружен руками самих огнеборцев. Композиция из пяти фигур. Пожарные в боевой экипировке укращают пламя. В центре экспозиции сквозь языки пламени прорывается огнеборец со спасенным ребенком. Прототипом мемориала стали памятники, установленные в разных городах России. Айслуха Физова, Власть Семагин, телеканал «Нефтехим». У меня на этом все. Если у вас есть интересная информация или вы нуждаетесь в помощи для решения проблемных ситуаций, звоните в нашу службу новостей по номеру 377-00. Наши сюжеты, программы и, конечно же, интересную информацию вы можете найти на сайте холдинга «Нефтехим.Медиа» media.nk.ru, а также в группе ВКонтакте и в Инстаграм. Все адреса вы видите на своих экранах. Подписывайтесь на нас и будьте в курсе всех событий. И еще, если вы увидели что-то интересное, стали свидетелем какой-либо ситуации, присылайте нам видео с комментариями или кратким описанием на номер 8-987-410-37-37 и получайте насчет вашего мобильного телефона определенную сумму. Другими словами, вы нам новость, мы вам деньги. Программа Вилай Радсалимов. До встречи в эфире. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин